Для слаженной и эффективной работы депутатского корпуса в интересах белорусов и на благо государства новый состав Палаты представителей вливается в работу. На первой сессии 8-го созыва решали важные кадровые и организационные вопросы. Продолжается формирование постоянных комиссий, их 14, они будут регулировать работу разных сфер. Национальную безопасность, образование, культуру, занятость населения, экологию, здравоохранение, экономику, государственное строительство. Сегодня выбрали руководители голосования «Тайное», выдвиженцы – профессионалы с богатым опытом своей области, новаторскими идеями, как сделать страну лучше. Мы будем развивать двухстороннюю парламентскую дипломатию, работать с теми странами, которые заинтересованы в межпарламентском сотрудничестве, а таких стран предостаточно. Мы будем следовать в русле внешней политики нашей страны, определяемой президентом, и больше еще внимания уделим странам так называемой дальней дуги. Там находятся значительные интересы Республики Беларусь, прежде всего внешнеэкономические. Что касается законодательных приоритетов на ближайшие пять лет, то в системе здравоохранения, конечно, это вопросы доступности и качества оказания медицинской помощи. Вечера президент произнес очень важную формулу – формулу народного здравоохранения. И, на мой взгляд, это как раз тот ориентир, к которому мы должны идти. К выполнению своих обязанностей новый состав Палаты представителей приступил в конце марта. Он сформирован по результатам единого дня голосования, который впервые прошел в нашей стране. Созидание социального и экономического фундамента для будущих поколений, а не разрушение. Беларусь не меняет свой стратегический курс, даже когда в мире неспокойно, а соседи выбирают воинственный курс. Обороне также повышенное внимание, но главное – сохранить мир, созидать и развиваться. Это главный лейтмотив рабочей поездки президента в Гродно и всей нашей государственной политики. Каждая локация, где накануне появился глава государства, демонстрирует внимание к людям. А в каждом слове президента – забота о благе народа от будущего урожая, качественной медпомощи до промышленности, которая выдерживает санкционный удар. Президент начал с темы сельского хозяйства, напомнив чиновникам о камнях на полях. На проблему глава государства обращал внимание на прошлой неделе во время рабочей поездки в Ашмянский район. Это очревато выходом из строя техники при уборке урожая. Главу государства заверили, что мобилизованы необходимые силы, в том числе из учебных заведений и промышленных предприятий. Следующая точка в маршруте президента – площадка, где начато строительство, крайне важное для гродненцев больницы. Решение о возведении принято в связи с оптимизацией двух других клиник города. Они расположены в старых зданиях, которые не отвечают современным требованиям. Самый старый корпус – 1870 года постройки. В итоге новая больница будет рассчитана на полтысячи мест. Здесь будут в основном отделения терапевтического профиля, а также диагностика. Президент поручил возвести здание за два года. В целом президент ориентирует нового министра здравоохранения на железный порядок, в том числе в кадром об опросе. Говорят, того не хватает, этого не хватает, врачей не хватает, медсестер. Слушай, у нас всего хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать как у нас, а жить как на Западе и получать большие деньги. Они сутками работают, особенно молодежь. Это я знаю точно. Сутками работают. Ну и они и зарабатывают. А у нас полтора человека не хватает. Катастрофа. Какая катастрофа. До 10 тысяч рублей зарабатывают врачи. 8-10. Где хотят работать, там они и зарабатывают. На месте строительства больницы Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Также это можно расценивать как послание соседним странам. Символичное место, где состоялся разговор. Западная часть Беларуси как раз граничит с государствами, которые в последнее время не отличаются дружественной риторикой. Мы ведь сейчас тоже копаем землю. Как и они. Совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочь. Увеличивают расходы на ударное вооружение. А мы здесь две трети, две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Здравоохранение, образование, культуру, спорт и так далее. Мы хотим построить свое мирное будущее. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я придумал. Это очень правильно сказано. Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда. Главное – ценить свою землю и делать все для того, чтобы жизнь становилась лучше, сориентировал президент Гродненцев. Впрочем, такой же посыл для всех белорусов, в том числе вертикали власти и нового депутатского корпуса. Наша прерогатива – социально ориентированная государство. Посмотрите, ведь практически за последние годы мы не сократили ни одного своего социального направления. Мы вовремя выплачиваем заработную плату, мы вовремя плачиваем пенсию. А если пенсия назначена человеку на воскресенье, то он получает заранее в пятницу. Это очень дорогого стоит. Отношение к земле, отношение к людям, отношение на предприятиях, к рабочему классу – это тоже такое социальное направление. И мы будем всемирно продолжать это социально ориентированное государство. А для того, чтобы государство смогло обеспечивать свои социальные гарантии, нужна сильная экономика. И, конечно, модернизация. Также накануне глава государства посетил новую производственную площадку на стеклозаводе. Это инвестпроект по выпуску Тары с помощью инновационных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Социальная ориентированность, спокойствие и безопасность – это то, чем привлекает Беларусь и жители других стран. Кого и как принимают в наше гражданство – в рубрике «Все понятно» с Мариной Караман. Сразу после вечерних новостей на ОНТ. Ежегодно гражданами нашей страны хотят стать несколько тысяч человек из других государств. Причины понятны. Люди выбирают безопасность, приемлемые условия для жизни, ответственность и социальную защищенность. А еще – будущее. Но что это дает стране? Кому открыт путь к белорусскому гражданству? Стоит ли опасаться, что его могут получить недостойные люди? И кто они – новые белорусы? Подробно расскажем о том, как получить белорусское гражданство упрощенно. И нужно ли для этого знать язык. До встречи. Важнейшие атрибуты суверенитета и независимости страны – популяризация государственной символики с помощью современных цифровых технологий – обсудили сегодня в Национальной библиотеке. Там прошло заседание Республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения. Уважение государственных символов – не просто обязанность, но и долг каждого гражданина. Ведь они отражают исторические, духовные и нравственные черты народа. Уровень почитания нашего гимна, герба и флага высок среди белорусов. Важно это сохранить и передать такое же уважение новым поколениям, которые активно пользуются социальными сетями. Потому нужны новые подходы. Государственные символы – это зеркало наших национальных ценностей, нашей идентичности нашего народа. Нам нужно двигаться дальше. Мы должны понимать, что нельзя останавливаться на этом пути. Как только ты ослабишь хватку, сразу же могут возникать какие-то проблемы. Продвижение уважения, любви к нашим символам в цифровой среде тоже имеет большие перспективы. Видя всевозможных акций, вы видите, как много проходит в ТикТоке, в Инстаграме. И как люди идут и выкладывают свои эмодзии, свои фотографии с государственной символикой. Мы видим, что это очень поднимает наш патриотический дух. А ведь символы страны – это не только символика. Это наше культурное достояние. Это наши должностные лица, это руководство нашей страны. И здесь надо отстаивать наши символы, бороться за них, за их честь. И не стесняться эту позицию транслировать нашим западным партнерам. Вот в этом отношении надо работу проводить более эффективно, всем вместе. Не только общественным институтам, но и всем нашим гражданам. В фойе Национальной библиотеки развернулась выставка белорусской продукции с государственной символикой. В прошлом году только предприятия Беллигпрома выпустили около 160 тысяч таких изделий. Объемы намерены увеличить. В Беларуси и России укрепляют региональное сотрудничество. Эффективно работает павильон Челябинской области в Минске. За год заключено более 50 контрактов на сумму свыше 8 миллионов долларов. Взаимный товарооборот растет. Челябинский регион – важнейший партнер в промышленности, сельском хозяйстве, производстве, сельхозтехники. В импортозамещении ставку делают на машиностроение и пищевую промышленность. В Минском павильоне – десятки компаний. Интересы у белорусских предприятий высокие, настроенные на тесное сотрудничество и российские коллеги. В ближайшие дни намечены встречи с представителями флагманов белорусского машиностроения. Такой формат, он показал свою эффективность. Дело в том, что в нынешний век компьютеризации, тем не менее, личные связи, когда можно пощупать продукцию, обговорить условия, именно вот такой формат показывает свою эффективность и показывает свои результаты. И получается, что компании находят здесь, в Беларуси, для себя партнеров. И результатом этого является усиление кооперации. Нашу продукцию ждут в Челябинской области. Вскоре в этом российском регионе появится белорусский торгово-выставочный павильон. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Накануне вечером страну начал накрывать сильный ветер и дождь. В некоторых регионах оборваны линии электропередачи, повалены деревья и повреждены жилые дома. В Агроградке Урицкая в Гомельском районе обрушилась часть стены в кирпичной пятиэтажке. Произошло это в момент, когда ветер усилился до 25 метров в секунду. В результате газосиликатные блоки, которые утепляли торцевую часть постройки, стали падать на землю. К счастью, никто не пострадал. Я была в тот момент на балконе. Это был вечер, начался сильный ветер. Грохотало. Мы подумали, что полдома обрушилось просто. Ну, такого в жизни не видели. Плюс такого апокалипсиса, наверное, не думаю, что кто-то захочет увидеть, чтобы на голову кирпичи падали и блоки. Сама конструкция сейчас безопасна. Граждане могут жить. Те, кто выехал на ночь, заезжать в свои квартиры. Подключение газа тоже в ближайшее время произойдет, потому что в связи с аварийной ситуацией мы отключили газ. Проверили сейчас все дымовинт-каналы. Все в работе. Это не несущие конструкции. Угрозы жизни здесь нет. В доме 60 квартир, в которых живут 180 человек, всю ночь на месте работали экстренные службы. Сегодня территорию приведут в порядок, строительный мусор вывезут, а сам аварийный участок оградят. Новой обшивкой пятиэтажки займется проектная организация. Больше всего от непогоды пострадали Минская, Гомельская и Гродненская области. Сейчас большинство населенных пунктов электричества вернули. Спасатели и другие службы занимаются распиловкой упавших деревьев, а синоптики советуют не терять бдительности. Сложное погодное условие сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Трогательная история с Приморья. Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу шестилетнего мальчика. Платон потерялся накануне, когда ушел гулять со своим семимесячным щенком Степаном. С собой у него был мамин телефон, но сказать, где он находится, мальчик не мог. Всю ночь его искали полицейские и волонтеры. Нашли около восьми утра в лесу. Мальчик спокойно спал со Степаном. Тепло верного друга оказалось спасительным, но недостаточным. Мальчика доставили в больницу с переохлаждением. Его жизни ничего не угрожает, а вот родителям придется искать оправдание случившегося. Их могут наказать за ненадлежащее исполнение обязанностей. Прокуратура проверяет работу органов в профилактике безнадзорности. Сообщается, что семья на учете не состоит.